Привет, привет. Ладно, давайте будем серьезными. Я хочу сегодня с вами поговорить о ситуации, которая происходит в мире и что происходит с маркетплейсами. В принципе, с маркетплейсами все нормально. Они продают, у них есть разрешение, и закрываться они не собираются и не закроются. Так, например, Wildberries уже разослал всем своим поставщикам постановление о том, что они, так как поставщики товаров первой необходимости, а именно еды, они не закроются и будут функционировать. Поэтому что? Поэтому правильно. Сейчас все, кто могут, идут на маркетплейс. Это единственная возможность хотя бы удержаться как-то на плаву. И вот, что я вам хочу рассказать. Я хочу вам показать четыре пути развития событий, которые возможны сейчас в данной ситуации при сотрудничестве с маркетплейсами. Первая и самая благоприятная ситуация, если у вас уже есть договор. Если у вас есть договор с Wildberries, вы уже поставляете, то так и продолжайте поставлять, если, конечно же, у вас есть возможность. То есть, если вы можете довести до складов. Если у вас перестали покупать. Так, например, я могу сказать, что сейчас очень хорошо стали покупать строительные материалы, детские товары, косметику. Это то, что сейчас стали брать. Ну и Wildberries, конечно, начал стимулировать продажи тем, что повышает скидки. Но при этом люди стали брать. Потому что кто-то переживает, что шампунь закончится. Дети дома, детям игрушки. А некоторые просто решили заняться ремонтом. Поэтому вот это, помимо масок и антисептиков, вот это те направления, которые сейчас, в принципе, хорошо идут. И если у вас есть договор, то продолжайте поставлять. Покупать все равно люди будут, потому что все равно все еще покупают. Продажи упали, но они хотя бы есть. По сравнению с тем, что если у вас оффлайн магазин, и вы вообще не сможете ничего продавать. Второй вариант развития событий. У вас нет договора, но у вас есть электронный документ оборотов. То что вы сейчас можете сделать? Вы сейчас просто экстренно, экстренно подписываете договор с Wildberries. Опять же, если вы этого хотите, и если вы хотите удержать свои продажи. И хотя бы даже, возможно, в такой ситуации увеличить. Вы подписываете договор. Вы понимаете, что у вас должна быть возможность доставить на ближайший склад или пункт приема. Именно приема. Не пункты выдачи заказов, а пункт приема. То есть вы заключаете договор, быстро собираете свой товар и отправляете. Все. Вот сейчас это вас, ну, в какой-то степени спасет. Это быстро. Договор вы можете подписать 1, 2, 3 дня. И с ЭДО, я напоминаю, у вас обязательно оно должно быть. Мы рассмотрим сейчас этот случай. То вы быстро подпишите, и все. Вы уже на маркетплейсе, и вы более-менее удержите свои продажи. Теперь третий вариант. У вас нет договора, нет электронного документа оборота, но у вас есть недалеко склад Wildberries, ну, или пункт приема. Что в этом случае делать, и почему я так внимательно, так подробно обращаю внимание на ЭДО, на электронный документ оборота? Все документы Wildberries присылает и принимает только через ЭДО. То есть если у вас его нет, у вас сейчас не получится получить договор от Wildberries, потому что все удостоверяющие центры сейчас закрыты. А чтобы получить ЭДО, нужно получить электронную цифровую подпись. А кто выдает электронную цифровую подпись, удостоверяющие центры, которые подтверждают вашу личность? В итоге, если нет ЭЦП, нет ЭДО. Нет ЭДО, нет договора. Так вот, если у вас нет договора, но есть возможность поставить на ближайший склад, я предлагаю вам найти поставщика, у которого уже подписан договор. Таких людей очень много, и я думаю, сейчас люди за небольшой процент с радостью предоставят вам возможность поставляться под их ИП, под их брендом, но своими товарами. И давайте, знаете, что сделаем? Вот я сейчас подумала, напишите в комментариях, готовы ли вы предоставить, грубо говоря, свой личный кабинет, то есть чтобы под вами, под вашим брендом, под вашим ИП кто-то поставил свой товар. Если вы готовы, напишите, пожалуйста, возможно, кто-то сидит, сидит, не знает, что делать, у него есть там под боком склад, а он не может поставить свой товар, потому что у него нет возможности. Давайте сейчас вот в комментариях попробуем друг другу помочь, почему бы и нет. И что еще у нас, какой четвертый пункт, четвертый вариант, четвертый способ, если у вас нет ничего сейчас. Если у вас нет ни склада, ни далеко, то есть вы не можете поставить, нет ни договора, ни ЭДО, ни ЭЦП, в общем, у вас нет ничего. Это, честно, самая тяжелая ситуация, потому что люди реально заказывать стали меньше, оффлайн не работает, я предлагаю вам только переквалифицироваться. Как многие сейчас это делают. Все текстильные производства резко, очень резко стали шить маски, либо стали шить полотенца для больниц, то есть какую-то продукцию для больниц. Вот именно такой текстиль. Слышала недавно о том, что маникюрные салоны, вместо того, чтобы, так как они не могут принимать клиентов, они стали предлагать комплекты, наборчики для домашнего маникюра. И прислать их надо. То есть ориентируйтесь так, пробуйте переквалифицироваться, найти какие-то дополнительные уловки. И что я могу сказать? Подарки люди будут дарить всегда друг другу. Поэтому я предлагаю вам собирать какие-то подарочные наборы, возможно, и отправлять не тому человеку, который заказал, а именно как подарок. То есть мы отправим ваш подарок кому угодно. Люди дарят все, что угодно. Просто стоит подать идею и показать свой товар под другим углом. И люди, я думаю, пойдут на это. И сейчас я хочу немножко порекламировать себя. И порекламировать свой чек-лист. Если вы надумали все-таки выходить на Wildberries, но у вас сейчас нет возможности, например, нет склада или нет договора, то вот я советую вам подготовиться к этому и воспользоваться для этого моим чек-листом. Днем я написала все, вот все, что нужно для первой поставки. То есть какие фотографии лучше? Какую упаковку? Где ее купить? Как сделать наклейку? Что на нее написать, что не написать? Где штрих-кода? В общем, вот вся вот эта информация, я ее собрала в один документ, в котором вот все написано, все подробно. Это все личные мои советы. Конечно же, часть советов – это требования от Wildberries, которым я следую, но часть – это именно советы, на что стоит обратить внимание, на что стоит не обращать внимания. Поэтому ссылочка на чек-лист будет в описании, и как всегда в описании будут ссылки на меня. Вы можете задать свои вопросы, написать мне, спросить. Также я провожу консультации, помогаю с выходом на все маркетплейсы. Если вам это интересно, пожалуйста, пишите. Сейчас есть возможность выйти. Как я уже говорила, по одному из четырех путей вы можете пойти. И если у вас есть ЭДО, то вы на плаву. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Пишите в комментариях. И не забывайте о том, что я жду, чтобы вы помогли другим поставщикам, если у вас уже есть личный кабинет. Большое вам спасибо.